Есть люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. Люди, которые делают добрые дела бескорыстно. Отзывчивым, жизнерадостным, любить свое дело, любить свою родину, помогать людям, стараться не экономить на этом. И всем, что ты можешь помочь, даже не в денежном смысле, а душой, поведением, просто помощь в доме. Стараться помогать и не отказываться от помощи. У волонтеров одно желание сделать мир добрее и лучше, поэтому они не сидят и не стоят на месте. Высаживают деревья, ездят в детские дома, помогают ветеранам, наводят порядок у памятников, убирают школьный двор. И сами придумывают повод, чтобы проявить свои творческие способности. Рисуют плакаты о здоровом образе жизни, на окнах времена года. Участвуют во всех патриотических акциях, на каждый праздник устраивают концерты и при этом не забывают про учебу. Каждый год в День здоровья волонтеры устраивают акцию «За здоровый образ жизни». Все учащиеся вырезают из цветной бумаги ладошку и голосуют «За здоровый образ жизни». У нас, как видите, очень много этих ладошек, и у нас вся школа «За здоровый образ жизни». И через некоторое время мы повесим все эти ладошки на стенд, и каждый из учащихся сможет найти свою вырезанную ладошку. Волонтерский отряд «Лучики добра» победитель краевого конкурса среди образовательных учреждений «Дети Кубани за здоровый образ жизни». 44 команды претендовали на это место, но лучшими стали анапские «Лучики добра». Победа оказалась неожиданной. Новороссийская команда пригласила в гости наших волонтеров, наверняка, чтобы узнать наш секрет успеха. Новороссийский отряд, я так понимаю, не просто так их приглашает к себе в гости, а чтобы посмотреть все-таки, где у нас можно какие стороны найти. Мы еще подумаем, ехать к ним или не ехать. Хотя очень понравилось, они приглашали, и в прошлый раз они нас поддерживали. И у нас очень в Совороссийском хорошие отношения с волонтерским отрядом. Мы с ними, я даже, например, с ними в переписке нахожусь. Это кадетский корпус наш, лицейский, новороссийский. И списываемся с ними, но пока на сегодняшний день улучшим. У нас была сценка, как организм разговаривали с временными привычками, песня была и флешмоб. С самого детства Катя помогает людям, и профессию себе выбрала соответствующую, хочет стать хирургом. Потому что эта работа одна из наиболее сложных, стрессовых и экстремальных, а значит, ей по душе. Катя – волонтер с самого основания отряда. Самый яркий момент – конкурс в Краснодаре. На всю жизнь я помнила, когда нас очень-очень хорошо поддержали люди. Даже те люди, которые были соперниками, которые соревновались вместе с нами, но они нас очень тепло поддержали. И мы удивились. И на флешмобе мы даже не рассчитывали, что встанут такое количество людей, будет нас поддерживать. Нам было очень приятно, и мы даже со сцены не хотели уходить. Движение существует два года. Многого ребята уже успели достигнуть. Но впереди еще больше завоеваний, побед и не сделанных пока еще добрых дел.